В Михайловском историческом музее 6 июня 2018 года за чашкой чая комсомольцы разных лет провели воспоминания о комсомольской юности, посвященные столетию Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Николай Тарасов, директор Михайловского исторического музея, обратился к гостям и пожелал беседе быть откровенной. Хотелось бы, чтобы эта беседа получилась душевной и откровенной. Откровенной, потому что хотелось бы знать для нас, для молодого поколения, как вы жили и поделились своим опытом с молодежью. Для них те советские годы стали важной частью жизни. В комсомоле состояло свыше 36 миллионов граждан СССР в возрасте 14-28 лет. Он являлся массовой организацией, которая имела колоссальное влияние во всех сферах жизни, промышленности и экономики, образовании и науки, культуре и искусстве, спорте, организации досуга. Вдруг дверь открывается, входит высокий молодой человек и говорит, здесь секретарь комсомольской организации. Я говорю, здесь, смотрю на него, а я перед ним-то маленькая, а он, я вот, Курганский, представляете, достает некий комсомольский билет свой. Я вот хочу встать на учет, раньше очень все строго было, чтобы на учет, хочу встать на учет и принес взносы. Я говорю, батюшки, про себя это я подумала, даже взносы. У нас никого ни за кем не добежись, мол, взносы, взносы вносите. А это сам он пришел? Да, он сам пришел, вот это мне и... А что-то начальник. Ну, значит, познакомились мы с ним, может, вы будете секретарь, говорю, да, я секретарь. Ну, вот он деньги мне оставил, и... Ну, все, мы с ним познакомились. А впоследствии он что-то не сработал с нашим руководством. Ну, такое тоже бывает. Теперь Мельников, инструктор, приходит ко мне и говорит. Знаешь что, комсомольское собрание собираем и будем обсуждать Курганского. Он не выполнил поручения партийной организации. Мы все были за него, мы все голосовали за него, чтобы его не исключать. Он, значит, ну, тогда ему выговор. Мы даже опять против выговора. Райком партии приказывает. Ну, отстояли Курганского? Да, мы вот стояли. После интересной беседы в выставочном зале советской эпохи они посетили музейные выставки. Владислав Окараков, Александр Каратаев и Евгений Быстраков. Специально для Михайлов ТВ.